Я не ожидала вас увидеть. Как будто по голове ударили. Вот это да. Ребят, всем привет. Слушайте, давайте уже добьем этот миллион подписчиков. А если вы уже подписаны, отправьте это видео кому-то. Если вы не хотите подписываться, отправьте это видео кому-нибудь. Пусть люди подпишутся на канал. Ну, вы посмотрели? Покажите еще кому-то. Детям, друзьям, товарищам. Пусть быстрее соберем ты. И все. Вот как бы этот предел нам надо достичь. А дальше все будет окей. Ну и давайте смотреть ролик. Здрасте. Здрасте. Только не переключайтесь, пожалуйста. Я устал, если честно. Я вас понимаю. Как вас звать? Меня зовут Василиса Васков. Василиса, негода себе, какое имя красивое. Меня Геннадий. Очень приятно. А вы еще в школе, да, учитесь, Василиса? Да, в девятом классе. Это к ОГЭ готовитесь, да? Да. И как успехи? Все прекрасно. Сдадите на все на пять? Да. А какой у вас в школе любимый предмет? Биология, алгебра, геометрия, физика. Но я не физмат. Я химбио. Но математику, физику очень люблю. Да и, наверное, все. Наверное, у меня больше нет любимых предметов. А знаете, какой у меня был в школе любимый предмет? Какой? Литература. Ой, литературу тоже, на самом деле, очень люблю. Я очень люблю книжки читать. А какие любите читать? На самом деле, я читаю разные. Как русских авторов, так классику читала. Вот сейчас я читаю, например, Эрих Мария Ремарк «Триумфальная арка». Да, и как там Жоан поживает? Хорошо. Нормально? А на Равика еще не бросила? Нет, у меня пока все хорошо. Я на 227-й странице. А, ничего себе. А из стихов что-то читаете? Стихов, на самом деле, только у меня выходит школьная литература. Вот по школьной литературе еще недавно «Белые ночи», «Мертвые души» читала. Но стихи, на самом деле, я не помню, чье это стихотворение, но я знаю, вот запомнила оно у меня в памяти. Я вас любил. Я не помню, честно, чье это. Я вас любил, там есть, а это Пушкин. Вот, да, вот это вот, это самое любимое мое. Да? Да. Хотите, вам его могу прочитать? Давайте. Давайте, тогда специально для вас, Пушкин, я вас любил. Для Василиса. Как раз Пушкин, Василиса подходит вам. Да, для вас. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим. Вот это, это очень классно было. Да, вам понравилось? Да, очень. Ой, это хорошо. А какой только голос делаете? Какой голос? Ты про что? Не, о котором вы стих читали. Вот это прямо. А вот этот голос? Да. А это все через программу. Через какую? А вот такая, смотри. Знаешь такую? Вот это да. Вот это. Сейчас, сейчас, сейчас. А вот. Я на стриме вот. Блин, классно. Я на вас подписалась. Спасибо большое. Вот. Хорошего у тебя вечера и хорошо снать ОГЭ. Спасибо вам большое. Пока. Дуже хороший вечер. До свидания. Хорошая девочка, умная, без мата, читает книги. Еще и вообще просто, еще и ремарка читает, классику немецкую, между прочим. Молодец. Как поживаешь? Спасибо, хорошо. Как вы? Нормально пойдет. А вы из Кабардино-Балкарии, да? Вы из Кабардино-Балкарии? Стишок, пожалуйста. Да, да, да. Стишок, пожалуйста. Есенина. Давайте, 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 Есенина, хорошо. Хотите Есенина? Давайте, давайте, хайбуйте. Я спросил сегодня у менялы, что дает за пол тумана по рублю. Как сказать мне для прекрасной Лалы по-персидски нежное люблю? Я спросил сегодня у менялы легче ветра тишеванских строй. Как назвать мне для прекрасной Лалы слово ласковое? Поцелуй. Еще спросил я у менялы в сердце робость глубже притая. Как сказать мне для прекрасной Лалы? Как сказать ей, что она моя? Я ответил мне меняла кратко. О любви в словах не говорят. О любви вздыхают лишь украдкой, да глаза, как яхонты, горят. Поцелуй названия не имеет. Поцелуй не надпись на гробах. Красной розой поцелуи веют, лепестками тая на губах. От любви не требуют поруки. Срею знают радость и беду. Ты моя, сказать лишь могут руки, что срывали черную чедро. Красавчик, молодец. Хорошего вечера, ребят. Смотрим все твои ролики. Спасибо большое, мне очень приятно. Хорошего вечера. Спасибо и вам, ребят. Пока-пока. Новый год уже стучится. А знаете, что я сейчас буду для вас тогда делать? Давай. Буду стихи читать. Давайте. А какие? Какие-нибудь. Про красивых. У вас есть, может быть, какие-то, которые вам нравятся? Есенин нам нравится. Есенин нравится. Хорошо, давайте тогда прочитаю. А вы там что-то рисуете, что ли, да? Да, нас дети заставили. А, нет, ой, дети это вообще. Сейчас заставят и не такое делать. Давайте для вас, Есенина, прочитаю стихотворение про любовь. Давайте. Тогда специально для вас. Заметался пожар голубой. Позабылись родимые дали. В первый раз я запевал про любовь. В первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь как запущенный сад. Был на женщины зелья пахнет. Разонравилось пить и плясать, и терять свою жизнь без оглядки. Мне бы только смотреть на тебя и видеть глаз злотокарион. И чтоб прошлое не любят, и уйти не смогла к другому. Поступ нежный, легкий стан. Да если б знала ты с сердцем упорным, как умеет любить хулиган. Как умеет он быть покорным. Я бы навеки забыл кабаки, я стихи бы писать забросил, только б тонко касаться руки и волос твоих цветом в осень. Я бы навеки пошел за тобой, хоть в свои, хоть в чужие дали. В первый раз я запел про любовь. В первый раз отрекаюсь скандалить. Здорово. Я только телефон достала. Только телефон достали? Ну заходите тогда в ютуб. Мы будем в ютубе? Нет. Заходите, заходите. И куда мы пойдем? В ютуб. А потом? А потом узнаете. Пишите, пишите Дмитрий Кравченко. Ой, стой. Ай. Что случилось? Ой, это яс. Хорошего вечера, девчонки. И вам тоже хорошего. Хей, ла-ла-лей, здрасте. Добрый вечер. О, а вы, наверное, стример? Нет. Хе-хе, ну ведь даже. Ну, видно, так видно, хорошо. А где стримите? Нигде, я не стример. О чем общаетесь? Зависит от собеседника. Чаще о музыке. О, о какой музыке? Я люблю классический рок-70-х. Классический рок-70-х? Угу. Это что там у нас? Машина времени, да? Квин, Летт, Зеппелин, Деверкул, Битлз, Пинк Флойд. Пинк Флойд. Да. Ничего себе, какой вы, этот, дегустатор музыки. На чем отец вырастил? А, а сами играете? Конечно. А можете что-то сыграть? Конечно. О, так вы подготовились, да? Это Летт Зеппелин, да? О, это кино, Виктор Цой. А, я думал, что это Летт Зеппелин. Я тоже творчеством занимаюсь немного. Каким? Каким? Я сочиняю стихи на ходу. Очень здорово, потому что я всегда пытался написать песню. Вот с музыкой все выходит, а стихи положить нет. Угу. Хотите, я вам прочитаю стихи, на которые, мои стихи, на которые уже написали песню? Давайте. Называется, знаете как? Называется «Бетонная коробка». Но если на нее уже есть песня? Да, уже есть песенка. Здорово, отлично. Хотите, прочитаю? Давайте. Хорошо. Я в осознании того, что жизнь и срок весьма короткий, живу уже который год в бетонной маленькой коробке. И день за днем, и день за днем я все бесцельнее время трачу. И вместо ужина с родней с утра до вечера батрачу. Обозреваю склоны гор, заняв лыжню сезонной пробки. Через нее который год и в, и из своей коробки. А жизнь бежит, она река, лежать на солнышке багреясь. Но я, забыв про берега, плыву судак по ней на нерест. И вот, дойдя до мелких вод уже по вытоптанной тропке, я буду жить за годом год в бетонной маленькой коробке. Прекрасное стихотворение. У вас талант, у вас определенный талант. Спасибо. Мне правда очень, очень прекрасно понравился. Тамбурголс очень, очень приятная и очень выразительная речь. В современных реалиях, особенно в современном мейнстримном медиа, когда наоборот все очень склоняется к примитиву, очень-очень редко можно встретить людей, которые ясно, четко выражаются. Да и тем более пишут стихи, так что... Соласин, так оно и есть. Резкое изменение, так сказать, того, что было и то, что стало, когда вы начали читать стихи, мне как будто по голове ударили. Потому что очень контрастно получилось. А вот используешь на ты, на вы. Как удобно, без разницы. Смотри, а ты используешь какие-нибудь для своего микрофона, я не знаю, пресеты или что, потому что очень сочный голос звучит. Это же программа специальная, которая голоса меняет. Правда? Да нет. Это просто много лет работы. Спасибо, буду тебя смотреть. Хорошего вечера. Всем ребятам прекрасного вечера, пусть все будет хорошо. Пока. Здрасте. Здрасте. Как у вас дела? Хорошо. А вы с Беларуси, да? Да. А я с Ростовской области, но вы, наверное, не знаете, где это. Я не знаю, где это, да. Как вас звать? Оля. Оля, очень приятно, меня Гена. Блин, вы так классно. И меня тоже очень приятно. А я знаю, кто вы, я видела вас в ТикТоке. Блин, ну так тогда уже неинтересно. А вам много кто так говорит? Что меня видели, да. Очень много кто, да. Я не ожидала вас увидеть. Ну это приятно, что вы меня узнали, это приятно. А можете что-нибудь зачитать? Конечно, могу. А что вам зачитать, скажите? Ну не знаю, что-нибудь красивое. Что-нибудь красивое? Ну давайте что-нибудь красивое из новой книги вам зачитаем. Город пуст. Коммунизма вечный брат отправляет армавирцев вдаль, куда-то за форштадт. Вот. Я рада, что я вас увидела. Это взаимно. Хорошего вечера, Аль. И вам. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Привет. Ребята, дай. А можно с вами поболтать? Да, да, конечно. Меня звать Гена, как вас? Катя. Ильзавета. Вика. Вам говорили сегодня уже, что вы очень красивые? Нет, спасибо. Тогда скажу вам, что вы очень красивые. Спасибо. Я для вас могу даже на ходу стихотворение сочинить. Давай, если мы его слушаем. Но только вам для этого нужно мне какие-нибудь слова предложить на выбор, чтобы я прям вот сходу что-то для вас сочинил. Окей, пикник. Пикник, да, хорошее слово. Не, ну вы какие-то сложные предлагаете. Давайте что-нибудь простое. Хорошо, давайте елка, пчела, пчеловод. Нормально. Очень простые, пчела и пчеловод, и пикник. Вы просто решили закопать меня, да? Ладно, можно я прочитаю, можно я прочитаю то, что у меня рождается, глядя на вас? Да, давайте. Хорошо, спасибо большое. Вот такое-то, да. Вы среди них самое настоящее. Нет ненужной мышиной возни. Искренне улыбайтесь чаще, чем каждая из них. На модной клубно-валютной бирже правила неизменно. Куплю, продам. А вы не приемлете светских пиршеств и громогласных дам. В бочке живущих от тренда до тренда обод познаний ваших широк. Моэм, Кюри, Диалектика, Рембрандт, да даже немецкий рог. Я окрестил бы вас белой вороной в творчестве этих пернатых коллег. В поле пустынном цветущая крона красит пропащий век. Как занесло на гниющие сени женщину столь благородных эпох. Видимо, смилуясь нам во спасение, вас предоставил Бог. Через железные будние двери стану единственным проводником. Главное то, что я слепо уверен. Если не в вас, то в ком. У вас очень красиво. Очень красиво у вас. Спасибо. А вы в TikTok снимаете? В YouTube. О, ладно, тогда рули. Мне кажется, я вас видела. Да, нам кажется, что вы вас увидели. Ну, видели мало, надо подписаться. Хорошо. После такого. Давайте подписывайтесь. Дмитрий Кравченко называется. Хорошо, сейчас найдем. Так вы не ген? Я не ген. Обманывается? Какой ген? Один сплошной обман вокруг. А его зовут Ульвы. Даже вот. Да, очень. Мы подписались, все. Надеюсь, вам будет милый миллион. Вас там все скоро миллион, а то очень здорово. Спасибо, девчат. Поздравляем вас. Хорошего вам вечера. Спасибо. Вам все очень красивые стихи. Пока-пока. Здравствуйте, девчат. Здравствуйте. А можно с вами поговорить? Да, можно. Меня звать Геннадий, если что. Геннадий. Приятно. Я Ангелина. А как вас? А я Карина. Карина и? Ангелина. А, Карина и Ангелина. Блин, какие у вас рифмующиеся имена. Хоть сейчас прям стихи пиши про вас. Ну так можно тебе написать. А, блин. Ну, мне сложно вот на имена писать. Но если вы мне дадите парочку каких-нибудь слов, то я прям сходу могу что-нибудь придумать. Да ладно, уже не будем вам голову дурить. Отдохните. Ну, давайте хотя бы попробуем. Ну, давайте. А какие слова вам нужны? Ну, давайте только какие-нибудь простенькие, чтобы не сложно было. Хорошо? Пакет. Да нет. Старик. Квартиры стали единственной силой из сил в этом потерянном мире. Чтобы они, обогнув порог, до берегов кровати, мчались туда, где б ночами мог гладить, любить, укрывать их. Чтобы монархом я провозгласив в этот же день в прихожей, мог на руках по квартире носить эти творения Божьи. Чтобы я думать не мог и не смел. Страх убивает, беливми, что эти ноги исчезнут, как мел в первом же пройденном ливне. Ну, а теперь, через год или два, эти пороги минуя, стоя в прихожей, чеканя слова, я ноги твои коронуя. Какие-то, вот, обалдеть. Мы в шоке. Вот видите, а вы не хотели стихи слушать. Капец, а можете еще что-нибудь прочитать? Из стихов? А что вы хотите? А я не знаю, что-нибудь еще такое. Любое, давайте, читайте. Давайте, это у меня есть такое, коротенькое, небольшое, для вас специально. Давайте. Вот такое. Каких бы в жизни не познали вы у тех, все же однажды предстоит смириться, что даже в лучшем клубе Ниццы вам не удастся найти тех, на ком когда-то сможете жениться. Офигеть! Нормально, вам нравится? А как вы голос так меняете? Да, это же программа специальная. Серьезно? Да, вот такая, смотрите, на кнопочку вот на такую нажимаешь, и голос меняется, знаете? Подожди, почему я ни разу не видела бы, кто? Найдите в Ютубе, посмотрите. А серебряная кнопка за сколько этих подписчиков дается? Серебряная кнопка за 100 тысяч дается подписчиков. Почему у вас меняется голос? У меня не меняется голос, тебе кажется. Офигеть! О май гад! Скажите, вы озвучиваете какие-то мультики там, не знаю, нет? Малышка, ты что, ну что, я могу озвучивать когда-нибудь? Офигеть! 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 Боже, мне жарко стало! Да, серьезно, смотри! Сделай скрин! Офигеть! Всем привет, подписчики! Кого? Извините, Дмитрия Кравченко. Для нас большая честь находиться сейчас в этом прямом эфире. Мы в шоке просто! Давай! Хорошего вам вечера, девчат! Спасибо вам! Пока! Пока! Впереди концерты! Астрахань 18 числа и 29 числа Мурманск. Поэтому, если вы из Астрахани или из Мурманска, приходите. Буду рад почитать для вас стихи победителем. Победителем становится человек, написавший вот этот комментарий. Напишите мне, свяжитесь со мной, книга отправится вам. Ну, и новое, новое словосочетание, которое будет использовано для написания четверостишья. Открытая душа. Вот, напишите что-нибудь на открытая душа, выберу и подарю книгу с автографом.